Количество тормозов, чатик тоже, всё, всё, я готов уже читать. И давайте проверим уровень звука, хотя я, в общем-то, ничего не менял по сравнению с вчерашней трансляцией, поэтому всё должно быть ха-ра-шо. Здравствуй, Дарья Аргента. Ты приходишь прям в начале почти каждой трансляции. Бобёр, Вяр, до чего бобровая техника в плотинах дошла. Чёрт, видишь, какие мне штанишки удобные. Толстовочка тоже. Загружаемся. Кстати, на карте, вы видите, мы наблюдаем... Это вполне реальная карта города. Я только сейчас об этом понял, что это наш прогресс, и это реальная трёхмерная модель, потому что мы как раз, видите, обрубали в прошлый раз элементы питания, точнее, вот эти вот провода, которые ведут к этому бункеру подвешенному. В нём, видимо, будут храниться как раз оружия. Бульдозер, здравствуй. Добрый вечер. Как-то долго загружаемся. Ага, триггер. На чём мы остановились? А-а-а, слушайте. Да-да-да, здесь будет проблема с разминированием. А, Андердак, говорит, Михаил, мы не видим ничего, у нас экран с часиками. Что? Песочные часики вы видите? Да ладно. Да ладно. А-а-а, всё, понял. Вы во время загрузки не видите экран. Ясно-ясно. Сори, я уже думал, что сейчас вы ничего не видите. Потом подошёл к экрану и вижу, что всё хорошо. Давайте, сейчас просто потестим, не будем сильно далеко уходить. Лучше пофлудить и подождать товарищей. Да, я так и думал, что она полетит по такой траектории. Да, я здесь. Я здесь. Всё ещё здесь. Ну, теперь нормализовало, загрузочное не видим. Ясно. Ну, представьте себе... Такую карту города, немного трёхмерную, где некоторые строения подсвечены. Собственно, те, которые подсвечены, мы прошли, а всё остальное неактивное. Ну, я раньше не обращал на неё внимания, потому что... Ну, карта и карта загружается и загружается. Что с неё взять? Так, здесь мы можем только разминировать. Разминировать мы можем этим мультитулом. Тоже не самый... Не самый простой способ, если честно. На самом деле, простой, ничего сложного. Это раз. И... Её ещё надо повернуть так, чтобы не задеть... Я не знаю, в какую сторону её поворачивать надо. Бабропанк. Забудь, говорит, что за ретрансляция была. Да там ретрансляция была... Stay. Она сегодня... У нас... В расстройствах, поэтому... Не дождалась, в общем, нас. Меня, в частности. И пошла к джусу на твич. И ливнула из конфы GoodData. Короче, сегодня какой-то день. День расстройства. А, у меня висело в рехостах просто. Учитывая то, что стрима не было. Вы это всё наблюдали. Так, может быть... Здесь я не хочу... Не хочу подходить и разминировать. Давайте это самое. Давайте... Давайте подождём. Товарищи... Сейчас сколько времени? У меня в чатике, к сожалению, нет возможности время посмотреть. Надо пофлудить, я думаю, ещё минут 5, а то и 10. Чтобы те товарищи, которые хотели подойти к... Вовремя. Не расстроились, что мы их оставили без... 21.50. Ну, давайте 5 минут. Привет, Джокки. Слушайте, сегодня Паша... Ну, там сегодня была планиорка, там бла-бла-бла-бла-бла. Очередной апдейт страницы с ачивками. Не знаю, кто-то из присутствующих в чате находится в конференции тестеров закрытых или нет. Но смысл в том, что сегодня большой был опять апдейт и добавились команды, в том числе сброс, сбрасывание всех достижений, получение всех достижений. Соответственно, разблокирование всех уровней, там всех шаблонов комнат и всех предметов, связанных с... Нифига себе, какой артефакт интересный. Вот, и это очень занимательно. Там, заходишь на страницу, вводишь пароль, и у тебя открывается все, ты начинаешь размещать эти предметы, смотришь, какие там стили комнаты, думаешь, куда поставить. Уже есть эти снэпшоты, которыми можно делиться. И... Да. Хей-хей, привет. Хей-хей. Так, Забуза говорит, у меня день потерь. На рыбалке воблер улетел в мегабас. И вертушка с рук выпала, в муть упала. Да... Да... Это... Это неприятно. Не только из-за финансов, но и из-за того, что при... Перетираешься к эквипменту, так скажем. А тут хопа, и все, и уплыло. Ладно, главное, живы. В прошлый раз я подорвался на этой штуке, и на этом мы закончили трансляцию. Надо приноровиться. Как... Как кинуть так, чтобы... Она и долетела. И... Мне кажется, что мне не хватает... Мне надо либо боком ее кидать вот так. Да, наверное, так надо кидать. Ну, понимаете, да? Чтобы... Потому что если ты будешь... Тебе для того, чтобы кинуть далеко, нужна дуга. То есть тебе нужно показать, что ты кидаешь... Поэтому... Вот так вот если кидаешь, как правило, она упирается... Либо навесом... Да, тоже не получается. Либо боком. Боком вообще отличный замах. Вот, пожалуйста. Пшшш! И сравнительно точно и далеко. Хорошее движение. Привет, Тарир! Как я и сказал, Animal Crossing какой-то. Что? Артем западло! Здравствуй! Какая следующая игра на прохождение? И следует ли ждать Last Tribe D1? Не-не-не. Не стоит ждать Last Tribe. Я думаю, может быть, да пройти все-таки... Все-таки опять мне вот эта вот мысль. Думаю, да пройти... Хотя бы пощупать... Пощупать Doom. Может быть, вернемся в следующем патче. Там тем более обновление большое. И скорее всего, Мордор устроит что-нибудь интересное. Ладно, давайте, наверное... Котик, да? Кошка здесь. Анестезиолог здесь. Здрасте-здрасте. Готика. Блин, до Готики... Чтобы пройти две части Готики, осталось совсем мало времени. Просто мало. Два с половиной месяца. Я не знаю, сколько нужно для того, чтобы ее пройти. Так, давайте... Бесс! Пшш! Пшш-пш-пш! Пш-пш-пш! Пш-пш-пш! Все, прогнали Бессу. Поехали! Пошла запись. Всем здрасте. Сегодня у нас шестая часть. Half-Life Alyx в шлеме виртуальной реальности Oculus Rift. Который все еще... Я не могу найти правильную позицию на голове для шлема. Для того, чтобы все было... Ну, вроде сейчас нашел. Ты че шуршишь на котика? Да, котик просто много шуму издает. Мы где-то здесь остановились в прошлый раз. Я подорвался на минах. Но тут слово за слово. Пока офлудили. Пока запись не тыкнул. Опачки. А эту штуку-то мы можем открыть. Вы посмотрите. Дверь. Красненький маркер, что открывается. И вот эта штука, скорее всего, откроется. Если. Или это шорткат. А, я оттуда пришел. Я оттуда пришел и не смог сюда попасть, поэтому обходил. Окей, тогда понятно назначение этой двери. Идем дальше. Ощущения. Давайте базовые вещи расскажу. Ощущения в шлеме, конечно, очень сильно отличаются от того, что вы видите сейчас на экране. Наверняка многие из вас пробовали, там, ну, была, наверное, возможность на аттракционах или у кого-то есть шлем виртуальной реальности испытать эти ощущения. Но описать их словами довольно сложно. Кроме того, что ты действительно веришь в окружение. То есть твой, ну, не ты веришь, а твой организм, так скажем, верит. Ну, и ты вслед за ним очень часто. Поэтому, поэтому... Ой. Опасненько тут у нас, да? Могу я как-то пройти? Можно истрепортировать сюда. Так. Короче. Есть такое количество мин, что... Даже пушку брать не хочется в руки. Можно начать разминировать. Можно попробовать... Не, ну, этот пятачок меня вообще не спасет. То есть, если это рванет, меня вынесет в любой позиции. Так, да. Базовые вещи. Если вдруг не пробовали, но интересно посмотреть... Точнее, не посмотреть, а понять, каково это, Лучше сходить где-нибудь потестить, прежде чем приобретать. Потому что у вас могут быть неприятные ощущения, связанные с головокружением или тошнотой. Потому что здесь, когда, например, начинаешь перемещаться без телепорта, Голова немного идет ходуном сначала. Потому что... Не знаю, как это объяснить. Давайте попробуем разминировать все-таки. Блин, довольно быстро идет. Так, первую штуку разминировали. Ну и, конечно же, контроллеры. То есть, тут совсем другой интерфейс по сравнению с мышкой и клавиатурой, Которой мы очень привыкли. Там навел, выстрелил, нажал на кнопку, перезарядился. Нажал на пробел, прыгнул. Нажал на цепь, прыгнулся и так далее. Вот. А тут ты берешь пистолет. У тебя, во-первых, прицеливание через коллиматор. Есть... Уже прогрейдили его на лазерный прицел, Что сделало, конечно, гораздо проще... Ну, упростило задачу прицеливания. Все равно рука дрожит. То есть, я вот целюсь, а прицел нестабильно находится. Можно помогать второй рукой. Тем более, здесь есть фонарик, который включается, когда темно. Практика показывает, что проще... Ну, если на большей дистанции целиться, то вытянутая рука. Если хочется стабильного прицеливания, Но при этом хочется еще перемещаться, как-то поворачиваться, Руки прижимаются к телу. Это, ну, на практике просто гораздо более удобная штука. Перезарядка. То есть, нажимаешь на кнопку, падает магазин, Достаешь из запаса новый магазин. Засовываешь его, нажимаешь на кнопку, подаешь патрон. Разные пушки перерезаряжаются по-разному. Досылаешь. То есть, тут... Значительная часть игры, и, я думаю, разработки, Была связана как раз с... Продумыванием, как... Какие движения, какой вообще интерфейс должен быть, Для того, чтобы игрок... Ну, хороший опыт получал. Блин, как же тебя повернуть-то, а? За пределы круга выходить нельзя, Эта штука за мной... Все быстрее и быстрее перемещается. Так. И когда я вот так вот делаю рукой, у меня появляется чатик. Тоже хорошая штука. Очень помогает, не снимая шлем, следить за вопросами, За вашими эмоциями. Блин, как же, как же сделать так, чтобы не... Под определенным углом. Окей. А, мы играем за 19-летнюю Алекс. Это... Ну, помните, напарница Гордона Фримена Из второй части Half-Life Рассказывается о ее нелегкой судьбе в сопротивлении. Мы уже умудрились спасти папашку. Сейчас наша задача является... Добраться до какого-то секретного оружия И попытаться его заполучить. Миссия не то чтобы суицидальная, Но весьма амбициозная. Потому что, ну, как бы... Ну, потому что мы в Соленово идем Не зная куда. То есть у нас одно за другим, понимаете? Сначала там спасти папашку, Потом убить 40 человек. Инвентарь. Взяли, закинули. Идем дальше. Не пропустить бы ловушки какой-то. Вроде больше ничего не осталось. Спокойно. Оп. Это патроны для пистолета-пулемета. Ха-ха-ха. Ну и то больше стримов не будет. Так, стоп. Не запустилось все-таки, да? Опять 25 сегодня Эльдар. О, там много-много этих смол. Очень много смол лежит. Как я туда не прошел? Почему я туда не прошел? Эти штуки нужны для того, чтобы Впоследствии Впоследствии улучшать оружие. То есть Обновление Да, да, да. Катилось. Хорошо. Три смолы. Вон, четвертая даже там смола. Чуть не пропустил. В игре мне очерчивается Периодически Зона, через которую Ну Приближаясь к которой Я приближаюсь к Границам К столу К стенке Ай Чтобы не убиться Ха-ха, что Виртуальным рабочим столом Не пользуешься Изи запускать можно Не снимаешь шлем А-а-а Ну смотри Во-первых, я Закрывал все вкладки Кроме чата Для того, чтобы Не тормозило У меня ничего То есть я закрыл Телегу Дискорд Весь хром Кроме чатика Просто чтобы И вроде как нормально Запущу страницу канала Ты же понимаешь Там сразу пойдет Активность в чате Рендер страницы Не, слабенький Райзен Райзен Три шестьсот Он не справляется Опа Во-первых, мы слышим Твари, да Во-вторых Я думаю, что Не только Они представляют Здесь опасность Потому что они Довольно базовые Будем лечиться Да, будем лечиться У меня уже два шприца Есть подкарманники Из которых мы можем Доставать предметы Очень практичная штука Так Но явно там лут Явно там основной путь Поэтому я бы сходил Все-таки Все-таки сходил бы Сперва туда За старый Ну, почему-то На мега древний Москвич похоже Как же вас там много Ну, там светится Лучецкий Ну, допустим Допустим Одного мы нейтрализуем Так Это временная нейтрализация Дальше Дальше так Ну, из них, правда Патроны дропаются Думаю, что Ничего страшного Не будет Если мы Раз Два Три Раз Это все Ничего не дропает Видите Тут зомбарь Мирно спит Ради одной спины Малый, да? Мы это сделали Не верится, что-то Ну, похоже Похоже, похоже Побежали Так Так, 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 так Это похоже на очередную арену То есть В игре есть Несколько таких Можно сказать Ну, можно разбить На типовые зоны, да? Эта штука Прям Говорит о том, что Будет, скорее всего, замес Надо быть готовым Надо быть готовым Блин, гренки нет у меня Сектор отслеживается на 45% Условист Стабильный У него этот Баг Видели? Точный выстрел в бак С последующим выстрелом Но он не один Я вижу человека За этими За укрытиями Кто-то справа идет Похоже Да Там пулеметчик стоит Наверху Блин, как же ты мне Я не попадаю В голову ему А мне же Сперва от этого избавиться Чтоб с пулеметчиком Перестреливаться Хотя он Вроде не кажет Больше Может, его и нет Ага Опять заряжается Ладно Давайте тогда попробуем Надо поближе подобраться Я так не смогу Я так не смогу Точно по нему стрелять Я из такой дистанции Особо не могу стрелять Блин Вообще класс Ай Твою налево Как Он так быстро стартанул Надеюсь машина Да как Как попал-то Я же Да блин Доставай Доставай Я пустой что ли Нет, не пустой Добро О, черт Заставляю эта игра Попотеть Поприседать Поприседать Пострелять Стрелять Стрелять Очень Сможем срезать через здание Окей Что это место Это место Это дистиллерия Они сделали водка И так Что Водка Хм О, Господи Так, смотрите. Ты когда левым плечом прижимаешься к чему-то, не всегда получается обоймы достать. Да-да-да, я уже не в первый раз с этой проблемой сталкиваюсь. То есть как будто рука клипится, например, да, то есть она не заходит за... Ага, тут можно хельнуться, тут можно еще припасы взять. Но для того, чтобы подлечиться, нам, как вы видите, нужен свеженький жук. И нам нужен элемент питания, который... Ой, что это у нас такое? Вот это мне пригодилось бы. Давайте начнем с... С открывания... Ой, довольно много здесь. И за ними шлейф остается такой. Капец, вообще неудобно. Ай, попал. Да, и мне еще чатик немножко отвлекает, потому что он не проскроллен. Не забывай про толчки. Да-да-да, Витя, сейчас мы откроем все туалеты, которые ты любишь. Все, все, сейчас будет. Сейчас все сделаем. А, я не могу на линию за это самое. Я не могу даже за шлейф зацепляться. Понял. Здесь мне нужно отталкиваться от... Во-первых, быстро можно сделать. Во-вторых... Во-вторых... Ой, тут очень повезло с расположением этих случайных лучей. Открываем. Это все? Серьезно? А это не патрон случайно? Нет, не патрон. Да хуй! Что? Очень странная штука. Можно подлечиться шприцами. В целом... Со здоровьем у нас есть серьезные проблемы. Ой. Стопы. Такое ощущение, что здесь еще есть... Да, ладно, давай подлечимся. Давайте осмотримся. Обнаружим туалеты. Пробежим по арене. Заберемся потом наверх. Понятно, там еще лестница. Туда мы... Туда мы сможем пройти. Пам-пам-пам-пам. Жук и элемент питания. Причем элемент питания... Видите, шер... Кабель идет куда-то наверх. Что-то нам там надо будет запитать. Толчки! Есть! Первый пошел. У-у-у-у! Тут непросто. Туалет. Туалет с ящиком. Вообще беспроигрышный вариант. Который еще можно открыть. Да что ж такое? Что за звуки такие за спиной у меня? Как будто... Как будто олень. Ну, в смысле... Не местный. Собираемся. Патрики. Ой, нет, это не Патрики. Сначала нужно... Собственно, сделать так, чтобы подсветился предмет. А этот почему-то не подсвечивается. Ага. Вижу рычаги. Где? Мне кажется, я уже подошел черт знает куда. Кажется, я... Я к вам задом стоял, да? Вы там? У-у-у! Кажется, я к столу подошел. Привет, Чиф! Здравствуй, здравствуй! Добрый вечер! Добрый вечер тебе! Добрый вечер! Всем. Так, а... О-о-о! Здрасте! Эта штука не открывается. Но кабель идет именно туда. И там машина для улучшения пушки. Кроме всего прочего. Поэтому... Во-первых, я ищу... Элемент питания. Вон еще один ящик. Элемент питания. Еще один шприц. Еще один ящик. Аккумулятор. Вряд ли он может служить. Пауэра нет, да? Что у нас здесь? Extend и Raise. Выше-ниже. Что он опускает? Любопытно. А, вот эту штуку, очевидно. И я смогу добраться наверх. Если успею запрыгнуть. Ладно, а это слишком сложно. На самом деле, пока что... Столько возможностей. Я не знаю... Что мне... Что мне сделать. С чего начать. Так, на мне каски опять нет. Ну, куда я успел каску-то... О, есть. Туда мы не пройдем, но... Во-первых... Во-первых, убиваем товарища. Во-вторых, цепляем... Я не обратил внимания, что тут еще... Хитро... А, ну... Хитро... Подожди-ка. Ну, давай. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. мертвый эту штуку тоже можно кстати поднять что это что это ладно крабом он как бы понятен ну вот эти штуки очень опасно выглядит в 100 тысячи питания ребята кажись игра и питание которого нет ладно начнем с простого жука взяли взяли пойдемте закинем его в лечение нам еще нужно ну вот это сбегаем там лестника есть забраться не получится нам нужен либо пёс с элементом питания либо собственно сам простой элемент питания я пока жука тащу просто потому что ну какой есть жук надо его закинуть все потом подлечимся вполне вероятно мы здесь кем-то еще можем столкнуться и придется лечиться осматриваемся заходим но тут пока что-то не густо мне кажется я уже где-то что-то упустил так я же могу еще забраться по лестнице туда могу сбегать хорошо хорошо грейн это интересно что мне кажется что это типа типа щепня как переводится грейн кто знает ну расстройка как бы грейн гранит ну что-нибудь такое можешь быть правильно погуглите или кто в курсе сумра говорит поддержал канал миша привет донат чисто для алмазного статуса ты крут подложи в том же духе но не забывай про youtube многие там тебя смотрят ну или добавьте поддержку который скажет для просмотра записи на мига спасибо зерно грейн зерно спасибо большое зерно грейн грейн зерно спасибо еще раз сумрак за поддержку я надеюсь там забрались сразу как ух умеем надеюсь youtube там запустился все таким высоковато даже но я особо не это самое не сильно потяните себя чтобы показать направление прыжка вы серьезно думаете что я туда допрыгну не 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 но мы же не зря сюда забрались правильно если эта штука была бы поднята мы бы допрыгнули скорее всего в этом смысл поэтому давайте-ка мы не спрыгну отсюда и классно обыгрывается еще делал типа нет сюда прыгать противопоказан серьезно это рассматриваешь так ну давайте попробуем за рычаги папа таскать вдруг питание типа хватит стенд рейс ничего power не работает эта штука у нас идет куда это красный провод идущий прямиком к да но мне нужен элемент питания элемент питания по логике он должен быть вот где-то вот в этой комнате который а вот как и все тупенький тупенький не все сами не все вижу а там и маркер такой был классный типа краба ты должен был в любом случае в это место посмотреть но прийти и посмотреть поцелиться пострелять вот но для меня после хат краба все но интерес пропал к этому месту а тут как бы есть на что посмотреть во первых работающая установочка 5 гудит явно во вторых штука с лутом а вот я про этого тоже забыл и каска мне помогла каска реально мне помогла класс вот для чего она где-то оп готова открываем вот он элемент питания который так необходим для того чтобы открыть собственно поднять тот подъемник поднять подъемник но блин не обращаю внимание он испугал он испугал реально ну как бы да видите я не могу это включить надо сейчас пошаманить а это тоже не подключено мы попали в аварию надо обратить внимание куда нет нет и пошли враги е-мое так я не пойду честно меня у меня тут уже патронов нет блин паре налево бережки от песка 2 я уже без патронов стою уже стреляют уже идет справа да да но этому нужно гранат конечно закинуть на их минимум двое вижу 2 да он проходит ты не умираешь то что-то лагает мне помню голова кружится что-то что случилось что я что что нет игра зависла да ну это очень странно просто да похоже игра зависла и главное это тысяч справе спрашивает алекс ты ты там класс проверить температуру запусти youtube о да точно ну а как я его запущу я у меня одна кнопка запуска трансляции попробую конечно еще разок нажать на твич идет рейстрим запускаю 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 надеюсь стартанет да игра зависла причем очень неприятное ощущение когда игра зависает у тебя в VR там такой полукадр получается чередуется картинка у вас она статичная у меня почему-то она ну видимо в разных глазах разные вещи и и это привело к тому что ну сразу начинает голова кружиться никогда не зависала кстати бывает у меня только тоже первый раз по сути за эти шесть трансляции тем более учитывая артон говорит привет крутая игра чего на youtube не рестримишь да не за не заводится может сейчас он стартанет но я тыкаю ретрансляцию она мне не стартует почему посмотрите может сейчас стартанет так я сейчас еще да мы как раз в этом месте я полагаю что надо сразу же лечиться сразу же сразу брать что-нибудь практичное типа пистолет кулеменов ниша опять причем знаю что он появится боюсь если в безопасности я имя я имя я имя я имя я имя у меня у меня у меня у меня сколько там патронов неудобно смотри он идет застреляет плохо ну нет нет блин черт и опять не смог перезарядиться вовремя мне подлаги опять вот там салф не нормально успели в конце концов давайте этого тогда легонечко так сразу оп идем где он такое как короче кое-как надо научиться доставать патроны или ну не просто доставать патроны а в правильной ситуации как-то дождаться наверное дождаться этого как его дождаться вибрации а то мне кажется я все равно начинаю нажимать на кнопку на втором стике до того когда тягиваюсь до ну до инвентаря то есть тороплюсь и вот не срабатывает это событие бедный дрон ладно сейчас мы зато восстановимся на халявку питание еще поставим хорошо что я не не потратил жука будет возможность полностью восстановить здоровье цель атаковано что блин о нет да вы издеваетесь я не понял где он я не понял где он сверху стреляет или обходит он подходит уже еще живо есть пять патронов не вижу а он да тихо он вызвал дрона у хорошо два пистоли блин как же ты лагаешь на блин я получал конечно получал но ну высунься тварь как он терпит как он терпит этот урон еще кто-то да или нет у меня даже голова кружит я посидел привык фух чтобы хп 1 хп только подлечился только подлечился ладно хорошо допустим допустим поворачивать не вроде там что-то светится что то есть у него там да вот это вот нет это не представляет ценность нет вместе вместе тоже игра тупила понятно кстати обновление выходят игре более-менее регулярно то есть у меня она же два раза обновилась на чем я остановился мы подали питание теперь мы можем вот эту штуку отправитесь наверх звуки меня постоянно смущают но паура написано все равно нет с чем это может быть связано я вообще брал пауэр или не брал вроде источник питания поставил правильно я же а питание есть мы по крайней мере можем можем прогрейдить пушку посмотрим и скорее всего придется что-нибудь сделать с о ее прс это серьезно как же как же 2д 1 2 и 3 и и и и и вот похоже на то на правду сколько у нас у нас 36 разных самых штук но пистолет я не уверен что надо грейдить там осталось всего лишь отсек для пуль дополнительные патроны они и так не бесконечны у дробовика аналогичная ситуация там там есть автозагрузчик интересный лазерный прицел для дробовика лазерный прицел дешевенький конечно но так себе давайте посмотрим что есть на пистолете пулемете я там только один грейд сделан увеличенный магас мне кажется для него это подойдет достаем смолы побольше и изгружаем почти все что у нас есть а пока пойду учу канди и превентивно ох который почему-то не охлаждает меня странный candy ой извините я в это время ходил и из-за этого о дымится еще смотрите то есть я могу я думаю что я могу 2 пин дюрит сюда но нет и сколько сейчас у нас помещается 30 видимо надо зарядить для того чтобы заработал так хорошо подъемник до сих пор не работает соответственно мы смотрим что вообще к чему это все ведет я у мамы электрик ее мое серьезно так эту приходит ай да то есть нужно отсюда из этой линии наверное перевести давайте посмотрим сюда что что ведет вниз имеет смысл а к чему она идет понятно к чему она идет идет куда-то далеко наверх а дальше это здесь да потом потом я спрашиваю ага нет так 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 а почему она не под напряжением и в зеленый да 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 собственно здесь только нет прикольные загадки конечно пушка за нет не забыл пушка привет бонник так вроде челка же ком неодноразовая но мне казалось что одноразовая сейчас бегаем конечно рассмотрим но вот он прям вы выдавливает его и хотя там что-то осталось внутри они не одна она двух зарядная а мне на полный хп не хватило сирен все равно понятно как-то не очень гигиенично зато сразу понятно что больше с этого жука ты ничего не возьмешь такой гейм-дизайн типа а как как сделать так чтобы игрок понял что больше он полечиться не сможет ну там закончится зеленая жидкость но он может не это самое не сообразить а давайте просто все что там осталось весь этот трэш ему под ноги выплюним чтобы он впечатлился и понял что больше жука достать ну просто никак не получится гениально гениально давайте сделаем так наконец я могу я все еще не могу рубить что что не так что не так у нас тут оказывается еще красный не запитан по да тихо ну мешает а вот зачем нам эта штука была клац 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 такие голчата да ага и мы и мы приходим фактически к к кто это правил проводку убил все готово зеленые наконец-то учета загадки все сложнее сложнее давай так я думаю сможем запрыгнуть сверху по этой штуке и наверх туда на вторую да и то конечно сможем каску один каску бы еще надеть так а кто видел каску настройки каски не вижу да ладно я не попадусь в следующий раз носу что вы как маленький я же обучаемый наверное здесь я должен допрыгнуть нет если поближе чуть-чуть не допрыгиваю а если возьму доску и поставлю на хиев я могу вообще так сделать могу я пройти поближе типа взять доску это вот встать на нее как-то слишком сложно потяните на себя чтобы показать направление прыжка можете смогу и раскачать мне скорее всего придется спускаться вниз и двигать ее оговорили что его умру что горит не стало бы так делать стало стало так вот я думаю так расстояние должно быть приблизительно здесь просто сколько раз здесь ходили правильно вот и отсюда я уже об об и в дамках так осторожно инфестейшн контрол ну понятно что есть проблемы с у похоже серьезные проблемы переходим в следующая локация и у рубильника было вон она каска связан с рядом с аккумулятором она судя по всему на фул запас хп если сразу же потом то взять можно да похоже на правду возвращаюсь в центр комнаты центр игровой зоны вон там вон там вот там вот вы находитесь правильно правильно так что зря меня играть сюда по центру ставят центр вот он и вот передо мной стенка должна быть судя по кондиционеру который работает кое-как на интернет вон там это ну а вон там вон там вон там вон там Водка плохой не бывает, Алекс говорит. Мне кажется, что когда ты начинаешь думать таким образом, ты попадаешь в эти 95%. Потому что понимание и терпимость, она во многом говорит о том, что ты начинаешь чуть лучше соображать. Так. Мне не нравятся эти голчата. Мы с ними виделись в прошлый раз, они какие-то очень голодные. Скорее всего, здесь надо будет забраться. Наверх. Ну, естественно, на ГГ процент другой. У нас аудитория взрослее, серьезнее. Давайте попробуем водку им сбагрить. Может, закрылись, просто закрылись. Играет тревожная музыка. Знаете, я не хочу даже близко к ним подходить, но меня игра как бы заставляет это сделать. Очень опасные твари. И сразу ты вместе с окружением и музыкой начинаешь... Начинаешь вести себя соответствующе. Ах, да пчах ты! Такие щелкуны. Блин, четыре патрона. Впереди явно какой-то замес намечается. Ну, не к добру это все. Дверь силовая, закрытая. Споры. Трубчанский разложенный. Вот эти вещи не выглядят безопасными, понимаете? Ну, похоже, меня игра направляет именно туда. То есть, я... Крэксэс Анлай. Ага. Для персонала, говорят. Мне не нравится, вот как они сядут. Может, противогаз есть какой-нибудь. Средство защиты, не? Вам не стрёмно было бы идти вот через тот туман? Учитывая кардицепции, вот эти вот все. И как назывался тот гриб. Ой. Это минус хп-шечка, что ли, или что? Так, здесь бы каска пригодилась. Но я пока пробую скормить ведро. О, эта штука взрывающаяся. Может и нет? Возможно, я уже умер. Типа вот все. Заражение прошло. Через... О, помните этот набор? О, антирадиционные. Это в детстве были такие штуки. Ё-моё. Мы их набивали порохом, делали фитили, и они взрывались. О, в Советском Союзе такие вещи были. Очень-очень распространенные. В каждом доме, по сути, был такой антирад-набор. Так, туда можно проползти. Да. Угу. Окей. Рассматриваемся. Лутаем, что можно полутать. Это аптечки АИ. А как теперь расшифровывается? АИ. Ой, ё-моё. И вот эта вот штука тоже не к добру. О, там краб. Надеюсь, он с бутылкой водки. И с топкой. Хороший. Хорош. Ну, придется мне отсюда так же выползать, как я заползал. А, аптечки индивидуальны? Просто так? Мне почему-то казалось, что там... Что она была именно специализирована на... На помощи при... Ну, на случай... Какой-то катастрофы... Ядерной. Или там были какие-то препараты на этот случай. Алекса, завесь. О, я могу бутылку водки, оказывается, в этот. Надо донести ему бутылочку водки. Как он просил. Туда-туда можем пропрыгать, я думаю. Здесь проход. Хотя... Вот реально, может, мы сможем туда допрыгнуть? Допрыгнуть-то сможем, но ради чего? Смысла не вижу. Так-то мне сюда надо идти, видимо. Ой, лесенка. Проход наверх. Там еще хуже. Все заражено. Кто? Кто-то разговаривает? Самое время включиться фонарику. Голоса, я слышу голоса. Может, это следствие заражения того? Ах, патриков нет, оказывается. Борьба мог умереть в куче способов. А вышло. Что? Аптечка индивидуальная Ай, предназначен для оказания самопомощи, взаимопоточных ограждений, ослабления и поражения радиоактивными, отравляющими и химическими веществами. Да. Предупреждение инфекционных заболеваний. Понятно. Универсальное. Так, да, черт тебя. Там кто-то с кем-то борется. Может быть, сам с собой, конечно, но... Там реально у людей все плохо. Но мне здесь как-то надо проходить. Ваа, тесновато. Эээ... Да ладно, туда? На этом лестнице. Мы собираемся. Быстро забрались. Эй, эй! Ни фига себе! Ты! 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 Я, эээ... У меня немного ситуации здесь. Да, ты точно так делаешь. Как он, как его не протянул? А он опытный выживальщик. Посмотрите, у него каска. Кастомная. А, это Джефф. Джефф? Это Джефф. Не бойся. Он слепой. Слышит отлично, впрочем. Слово как у Моцарта. У кого? На той стороне увидимся. Зеленый. Говори потише. Keep your voice down. Этот товарищ больше напоминает, какого-нибудь Джоева, знаете, какого-нибудь матерого. То есть у него там... Рюкзак с какими-то дополнительными штуками для быстрого доступа. Каска вся в этих гвоздях или шурупах. То есть бывалый, товарищ. Бывалый. И он нас зеленый называет. Ну, правильно. Мы вообще ничего не умеем. Так, по лестнице забираем сюда и покидаем это злосчастное место. Ага. Давай-давай, чего-то. Keep your voice down. Я оборачиваюсь как раз на случай... ...если за спиной будут доселе недоступные штуки вон наверху. А как ты туда забрался, слушай? А можно мне так же? Я не хочу вниз. Друг. Друг. Оооо, у нас босик. Это прям... Это the last pass. Споровики какие-нибудь. Ааааа. Это прям... The last of us. Просто споры. Зомбари в защитных радиоактивных костюмах. Златан Лив. Естественно, спиртная фабрика. Водка-ужин. Уиски. Уиски. Ааа. Уиски. Ааа. Ааа. У. У. Кажется, я опять сломал игру. А можно пострелять? Ну ладно. Мне почему-то кажется, что он неубиваемый. Ну раз уж я здесь оказался... Почему бы не проверить? Ну он... Мне кажется, ему пофиг. То есть он такой скриптовый, что... Может так? Может ему рукопашка надо? Ааа. Ну ясно. Ну ясно. Он френды говорит. Но мне не надо было, естественно, туда падать. Видимо, по замыслу... Если я туда падаю, то я разбиваться должен. И этого товарища Джеффа нам здесь просто, по сути, презентует. Показывает. Ооо, какой страшный монстр. И ты, если пытаешься с него пострелять, не получаешь. Ну вы видели, что я сломал в очередной раз игру. Просто разработчики не рассчитывали, что Бобер может не разбиться внезапно. Что он может выжить в нереальных условиях. Поэтому, ну... Я уже смирился. С тем, что бывают такие ситуации. Эм. Ну, бывает. Просто. И главное, я выпустил в него, но... Дофига всего. Видите? Он абсолютно предоставлен. Но он будет выжить твои руки, если он тебя найдет. Ну, короче, он предсказуемый, да? Ооо, видите? Лев. Точнее, тигр. Ну, мне, видимо, туда. Взять еще, что ли, бутылочку с собой, а? Ну, у меня свободный. Оп! Удобно, да? Я никакой патрулью не страшен. Почему в фонарик не включается? Кто-нибудь, кто не знает? У меня еще глитчи какие-то здесь. Эй, эй! Эти вещи очень ужасные. Ты должен укрыть твою голову. Понятно, спасибо. Эй, я почти забыл. Что ты именешь? Алекс. Алекс Банс. Эй, Алекс, я Лерри. Найдно, познакомиться. Попробуй не убить. Как он туда добрался? Я надышался опять. Эти гадости. Ну, ладно. Ну, ладно. Другого выбора просто не было. И вы же понимаете, что игра нас заставит спуститься вниз прямо к тому боссу. А, рот не прикрыл? То есть... Можно вот так вот делать. Да ладно! А как включить фонарик, Витя? Прикрой рот, чтобы не кашлять. Блин, реально работает. Тихо. Тихо. Каска. Думаю... Думаю... Серьезно? Недолгою ток буду. Да, грубо. Ага. Ну... Ну... Там просто еще этот... Я в грубо... Открыть... Да тихо! Да, блин! Да... 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 Назад! Бег, прикрыл ее рот! Бег, прикрыл! Да! Да! Нормально все. Это было несложно. А не серьезно прикрыл рот? Я перчатку вот так вот подвигаю, она как бы прилипает, как будто вот мы используем пистолет, да, и оп! То есть это какое-то действие, фиксированное действие. Ой, симпатичное. О-о-о-о! А за этой стеной Нас ждет кто? Хоп! Маги... Маг и волшебник, смотрите. Подождите, я сейчас фокус покажу. Руки! В рукавах ничего. Хоп! Хоп! Внезапно! И два литра водки. Хоп! 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 Очень классно. Этот приуныл. Сидит тоже. Такой. Да пшшш! Как же я вас ненавижу, а! Не, ну и при всем уважении к Алекс, я не смогу эти штуки поднять. А они все в какой-то хрени. Про эти бисы спаивать. А пойду-ка я бисы спаивать. О! Нифига себе, Алекс, серьезно? Здравствуйте! Блин, да ты меня бесишь! Я уже боюсь! Он на звук ориентируется, да? Я не хочу бутылку водки сбагривать. Ну, видимо, придется. Блин, что-то не нравится мне эта история. Вообще. Главное, чтобы он на моей стороне не паял. Я готов уже бутылку водки кидать в другую сторону. Нифига себе. Так водки не напасешься на него. О! Трутница. Так, а как мне туда пройти? Могу я просто пройти? Нет, не могу. Так. Теперь надо понять, как мне какую-то штуку открыть. Crew access only. То есть, у меня должно быть только костюм, то ли еще что-то, что меня проидентифицирует как... Али. Да блин. Слушай, страшного-то здесь, конечно. Ну, мы знаем, что он не убивается. А, возможно, стоит запрыгнуть на эту штуку. Я бы подошел, проверил, что-то по питанию. Нет, нет, нет. Нам нужен исключительно... Я вот туда хочу. А, я мог, кстати, отсюда уйти вообще по правильному направлению. Такой шорткат можно было сделать. Я стоял здесь, стрелял по нему. Просто как упал. Это было странно. Ну, как странно. Все мое внимание приковал этот... Ну, ясно. Как ты прошел? А, он в форме. Его система считает за своего. А мне нужно эту штуку крутить. То есть, я должен его привлекать вот каким-то вот таким вот образом, да? И крутить. Крутить непонятно зачем, но... А! 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 Ой. Так, и куда мне закидывать? Трандец, мне вообще не нравится. Ну, мне, видимо, туда, но... Зачем ты эту штуку? Надо крутить, правильно? Сколько переводим мы водки, а? Ну! Да ну нафиг! А, я вижу, что там. Страшно вообще! Страшно, надо две бутылки уже запастись, кидать по очереди, чтобы... О, тут лук где-то был. Годите, погодите, вон там есть лук. Очень классно! Не, в шлеме ощущения вообще другие. Вообще другие. И... Вот это вот надо подрезать. Блин, как бы бутылку не разбить сейчас. А то он на меня побежит. Пес, только не думай. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Так, кот начинает что-то дырать от меня. она положи пока так аккуратненько я не никогда еще так не был аккуратен с водкой замануха мне кажется ой замануха блин вот это вот штука поймать попытаться иди домой иди домой иди но одна смола понимаете одна смола да я ради смолы не упал и поехали у меня в руках литр водки тихо тихо не подходи так можно пройти и кинуть две бутылки а потом успеть открыть дверь мне нужно закинуть таким образом чтобы он отвлекся прям максимально отвлекся меньше с четырьмя литрами водки одна пошла побежал 2 перехватываю и кидаю еще дальше скажем вон туда вот ладно поехали да нет не не нет так чё-то не работает шо-то не работает так как же мне как же мне как же мне так же мне как же мне как же мне как же мне может начать крутить и потом кинуть опять не смогу он на шум придет мне нужно сделать гораздо больше этих озер но на русском написано да хватит хватит вася не надо бутылок много это хорошо когда я начинаю крутить он прибегает возможно во время кручения могу еще откинуть с одной бутылкой но вообще страшно ну как бы я могу его закрыть возможно в этой комнате телепорты мы конечно в этой ситуации блин он такой реалистичные шлемаки так а ну-ка пас туда тихо не надо уже выбит ее он выбит ее крути миша крути крути так питание нет что да ладно нет еще куда-то не подходи не подходи тварь у меня есть бутылка блин как страшно нет 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 и он затих значит он выпил я не знаю что делать и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Погодите, погодите, погодите То есть я должен все-таки Для верности вторую бутылку беру Так, ну... Слушайте Мне, видимо, придется его выпустить Блин, мне надо его выпускать А чтобы он эту штуку заоткрыл? Ну, кинуть туда бутылку за, и он откроет ее Нееет! Нееет! Он стоит прямо здесь! А-а-а-а! А-а-а! Сика! Ладно Поехали! Я не вижу, где... Я не вижу, где выход! Так, тихо! Тихо! Бутылка есть! Бутылка есть! И я должен кинуть бутылку вон туда Ну, давай! Ну! Блин! Давай! Давай! Ну, помоги бобру! Помоги бобру! Да ладно! Ты серьезно? Фух! Шо ж делать-то, а? Ладно Встаем Давай так Давай! Блин! О! Ну, е-па-р-с-э-т-э! Так Возникает вопрос Зачем я его отпустил? Ладно Сконцентрируйся Собери Всю свою энергию И Поскользил Ладно Подожди Давай назад Сейчас А, я не могу Такая механика Забавная Так Ладно Я слона не приметил Понимаете? Я его выпустил Просто зачем? Оооо Тихо-тихо Блин, мне кажется его надо снова там закрывать Да, надо Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо Тихо-тихо Тихо Все нормально да бери руку какую самсист проблем создал готовься почему они раз да я хотел две бутылки водки я хотел полную боевую готовность понимаете достали сколько мол как пропал бы то так попал зря аккуратненько встаю только достали рот прикрыли она кашлянула она кашлянула создала звук очень круто этот эпизод запоминающийся запоминающийся так то есть заперли его и начали решать уже свои проблемы просто я подумал что ну я не заметил на самом деле эту эту цепь поэтому да ладно уже иди иди уже ну а она выбито это меняет дело дверь уже не закроется помним про чих щелкунов мне где-то здесь нужно цепь наладить варить бесячие штуки мари а не а я Ай, ты... Ну почему не дотягивайся на... Тихо... Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не... Не-не-не-не-не-не-не-не-не... Так, значит, во-первых, там я... Это, кажется, сигналку я включу. Мне нужно взять, во-первых, еще одну бутылочку. Да нет, 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 ну не надо, ну... Серьезно, зачем тебе это? Те, на этом, нам проблема вообще ни к чему. меня кашлять опять начну час на время чтобы понять куда где она работа есть открылась открылась тихо так я не могу же с пустыми руками есть есть бутылки еще я же должен стивену принестили как в этом зовут в темноте ловить бутылку водки это вам я скажу не шутки этого мне шутки он здесь пройдет он здесь как миленький пройдет блин еще одно какое-то да ну нафиг блин серьезно он тут легко пройдет так да блин ну а твою налево как 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 что что блин я не дотягиваюсь там что-то за стенкой он же пройдет рано или поздно так надо ящики видимо убирать было их триньтесь как много без паники без паники варианты это одна линия на линии кими бутылку он не отвлекается так могу ли я туда прорваться могу ли снять сверху а я не здоровый я не смогу как как не что мне что никак не ну как ну как ну ну вот она идет 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 вот она уходит туда уходит блин уходит уходит ну да ты задрал меня давить на меня психологически хватит бутылку он же прорвется миша думай-думай-думай-думай-думай-думай тебя как-то туда зайти нужно пробраться туда как-то мимо него туда вдаль стеночки капец к стеночке нет как а 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 мне нужно красную кнопку нажать вы издеваетесь вы издеваетесь ой блин ой пожалею я об этом точно никак а забеет уже все бутафория нужно нажать на эту красную кнопку попробую к нам наверно выстрелить надо панель еще что-то сделать надо такая такой классный классно 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 прям по канонам все сделано тебе презентует босса показывает что он нифига не убивабельный показывать тебе каким макаром ты можешь только его как-то контролировать это временно заставляет потом сокращать дистанцию ой крыш поехал так варианты ну кинуть кнопку что-то первый вариант второй выстрелить кнопку прицелиться хорошенько выстрелить кнопки пофиг что не это нереально не ну друзья мне здесь нужно его нужно нажать на эту красную кнопку ну по-любому это единственное что здесь есть не свет выключается он мерцает у тебя на экране только одна красная кнопка рядом с противником может мне нужно закрыться он явно периодически да можно попробовать что-нибудь за спину более громко кинул что кинул картонную коробку она звук-то не издает возможно мне надо было потратить бутылку водки развернуть в другую сторону ну хорошо прям хорошо наказали бы только донести водки них две конечно ну вот минус воды куда блин ты может просто аккуратнее может да тише тише чтобы он не но он иногда просто на твою локацию ну на то место где ты характером так хам хам я думал что надо папа поймать момент когда он отходит то есть вряд ли наверное хотя может и тянуться просто аккуратненько сейчас попробуем пальчиком аккуратненько так издалека так подходить и тянуться попробуем почему бы нет нас уже все равно съели правильно мне этой езде вообще не нравится музыка заиграл музыка заиграл музыка заиграл жестокость какая по отношению к крабам музыка заиграл 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 Всем добрый вечер, друзья. Играем в Half-Life Alyx. Oculus Rift. Витя, спасибо за шлемак. Выходит на следующем. Да-да-да, какой-то очень агрессивный пассажир. Оказался. Но грамотно нас играем. Открывайся уже. Да ну нафиг. Нет. Понятно. Интересно, сколько людей дропнули игру на этом моменте. Вон туда. У них есть статистика, сколько людей на этом моменте кикнуло. Просто дропнуло эту игру. Эту штуку можно взорвать. Блин. Ну конечно. Да блин. Твою налево. И звуки постоянно. Так, нужна пушка. Краб вижу. Блин, он шумит специально, пёс этот. Конечно, все бутылки ломай. Ну и ясно. Ну и ясно. Сюда не забраться. Дай. А-а-а. 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 Ну, пройди. Ну пройди. Твою нам... Твою нам... На-а-а-а-а! Купай! Туда? 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 Куда? Он топает, он топает. Может туда? А может нет? Не, мне кажется, прямо. Хотя прямо тут столько... так такой вот чужие не увидел сразу маршрут построен о неплохо портвейн похоже ну папа пробки по форме бутылки так хорошо теперь мне как отсюда выбираться и где собственно он он затих и это очень подозрительно и такое впечатление что мне вообще назад бежать не знаю зачем там все равно тупик но двери тосток казалось открыто вниз и не спущусь просто выломал дверь больше ничего он не выломал или совсем назад бежать не похоже вот следы от хэдкраба а может реально нет игра говорит не возвращаясь к нему о там что-то светилось просто эффект такой ладно возвращаемся что же поделать выбора нет явно были проблемы какие-то с этим с производством че пистолет прижимаем мне все равно не поможет мне лучше водку брать и он где-то здесь понимаете он собака где-то здесь и дальше прошел а он туда прошел а мне значит нужно вон в ту дыру теперь понятно окей серьезно вот прям туда нифига себе такой худой что ли что блин нет нет опять нет нет да сколько можно пугать ты не поможете пистолет успокойся аликс а это вы нашли close а а проект так модель по уроку куда он ведет понятно смотрите с нас требует аж три элемента питанием Который, очевидно, находится где-то неподалеку С Джеффом вроде как мы На какое-то время распрощались Я иду пока по единственному пути, который обнаружил Опять Блин, опять он Ненадолго Серьезно, опять? Реально, опять он? Вот он через эту дверь прошел Целый запас бутылок Ну что, погнали Ребята, так сразу, а сколько время, ребят? Я еще повод, чтобы феррирую взять Ой, я же не могу так делать Оу Хотя Да, там выпала аптека Я стараюсь прикрывать рот, чтобы не кашлять Если вдруг спора, они тут повсюду Не задевать ничего там спиной Опять вижу лут, который явно спровоцирует Джеффа Ооооооо вот наш первый объект 2330 блин джефф ю моё джефф не надо джефф ну прекращай короче смотрите я могу конечно эту штуку взять начать крутить но это будет такой шум мне для начала нужны там еще патрики мне нужно его где-то где-то его заблочить понимаете где-то его закрыть вон мне не мешал он например за той дверью хотя она деревянные мне кажется она вообще его не не сдержит никак но нужно обойти хотя я отсюда могу убрать кажется нужно из открыть убрать черт возьми до стекло я просто я должен стул типа убрать аккуратно не поломав стекло это страшно блин это страшно это страшно говорю видите скажи честно когда ты играл ты тут нет я кажется понял почему видите перерывы и делал там говорит да я там прошел уже две трети игры там все дела там неделя проходит виде такой ну еще не прошел ну он не так говорил пока еще немножко осталось страшно так что рехнуться можно вот спасибо а то я думал что я маленькая девочка которая боится оказывается мы с тобой две маленькие девочки уж не маленькие и может быть даже не девочки да ну нафиг я же тебя ловил придет блин всю водку перевела мне нужны еще бутылки это очень классное решение вообще в игре я про вот такого человека на которого ты можешь воздействовать только пленым образом так есть вижу но эти щелкуны они же я не хочу руку протягивать понимаете так проблема в том что если сейчас буду носить с собой если буду носить с собой эту штуку я занимаю слот понимаете я занимаюсь лот конечно сейчас за аптечки еще тянутся аптечка против него меня вообще не спасет так естественно что что валяется али нет выше не могла отодвинуть спирт никогда я не был еще так осторожен с объектами внутриигровыми вначале помните нам просто налево направо крушився ломай а тут прям так на одну нашли вторую увидели мне почему-то кажется что нужно его здесь закрыть то есть надо взять стул выйти достать бутылку пытаться его здесь заблочить это конечно вообще не непросто на мой взгляд тем более деревянная дверь как она вообще его здесь держит мне нужно дверь открыть в свою сторону понимаете аккуратно положить они тут же двери просто нет уже дверь так план срочно нужно поменять двери больше нет реально была и нет так окей там эту штуку крутить надо полчаса и будет столько шум здесь но мне надо ее открыть понимаете мне нужно открыть эту штуку не ради патриков ради элемента питания так я могу вернуться скинуть один элемент питания могу конечно тут позакрывать ну хорош ну не достали заставляя меня опять портить переводить спирт сейчас я вот эту штуку достану и все повалится все просто повалится мне нужно вытаскивать что-то еще есть как же как продумано у них все ой ой мне показалось что он уже тут а вон он идет так ладно ой не нравится мне эта идея ой не нравится аккуратно аккуратно оп молодец засунул а зачем тебе это а чтобы одной рукой так а другой пытаться открывать капец как мне нравится этот флаг вы бы знали просто ставить и крутить нет нет я вообще могу это сделать мешает же нижней части ее нужно сначала не надо не надо дядя так бутылку пока поставим а тут неровная поверхность прикольно не сразу ставится эту штуку надо отогнуть сможешь арматуре напогнуть хотя бы немножко да я понимаю эту оперейт но я не могу поставить его так видите эта штука мешает и более того даже если я вот так вот сделаю мне же нужно крутить это же не поможет мне по логике по логике какие варианты может он мне поможет если мы мне который не но в в Давай двумя руками попробуем Не хочет Ох Ну давайте попробуем сделать тогда следующим образом Ее все-таки поставить хотя бы как-то Да Ну помоги мне Ну Знай что делать Может двумя руками, да, двумя руками попробуем Ну нафиг, это так страшно Так, ладно Что-то я упускаю Арматурина А-а-а Я понял, что я упускаю Мне не надо ее полностью отодвигать Мне нужно повытаскивать, она упадет по склону здесь Это же элементарно, Михаил То есть тебе нужно сначала повытаскивать их всех А потом только немножечко крутануть И этого достаточно будет, чтобы она скатилась Так что ставь бутылку А-а-а-а Как тебе третий палец-то показать Не ловит контроллер Не ловит Так, то есть мне нужно тиснуть, да То есть мы должны тиснуть этот Ой Да я попытался водку в карман, который занят Джекпот сейчас соберем Что-то еще ценное есть О Вон, видите Да изи все Разрулили Situation Скриптовая скотина Иди домой Иди домой, я говорю Я как спайдермен просто И так, оп Я выговорю, я подлутаю Да Ты не против? Отлично Класс Вообще Не, ну опыт, конечно, превосходный в VR Превосходно Так, осталось только вернуться Мне еще третий элемент питания нужен Но Мне пока кажется, что хватит двух Потому что у меня По крайней мере все Аааа, иногда лестница будет А можно вот там пройти, смотрите Попробуем Правда там бутылка А, вон он третий И куда мне? В какие карманы? В какие руки? Положи Достань Кинь Потому что Да ты Как же водочку доставить О, здесь пропасть Можно Не понял Не понял Понял Опачки Да блин Да хватит Да хват А, подожди У меня идея Ай, хитер-бобер Я еще С портвейном Уйду Такой ты не очень Ну бас Ладно На-на Не скучай Ну бас Классный Такой уровень Классный Эмоций много Страх и ненависть Я с тремя элементами питания Возвращаюсь Как царь Вы посмотрите Раз Два Три Бобер всемогущий И еще водочку прихватил Смотрите Как у нас Две Кто топает Опять он Литр водки Так Значит питание Пошло 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 Кнопка Какие-то штуки На поворот Я не уверен Что Наверное Я могу спуститься Сейчас туда Тревога Говорит Напоминание Зеленый Командор Провал Операции Придет К постоянной Передислокации Что вы хотите От меня Ой Ой Он разберется Джефф Разберется Я понимаю Мне просто там Полутецки Хотел Потеснить Вот это Ну так Выглядит Классно Ну классно Очень натуралистично Джефф 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 Не Я могу Подняться Но Кэп Подсказывает Что мне Туда Откуда Он пришел Я могу Обойти Конечно Таким образом Его Но скорее всего Да Так Давай еще Водку Возьмем На отвлечение Давай-ка Туда Отлично Кинул Михаил Отлично Кинул Просто Лучший Давай сюда Куда-нибудь Хотя бы И возьми Еще одну Кончилось Нет Так Ой Его здесь Можно переработать Давай-ка Родной Мусор Могу Джефф Прости Джефф Нет Он может не нажимать На кнопку Оставить его Пусть живет Он же не откроет уже Правильно Не вряд ли Такие штуки не открываются Ну Ничего личного Он просто Жертва Я не буду Нажимать на кнопку Я не готов Брать на себя Такую ответственность Понимаете Не готов Вот там Лук есть Пожалуйста Пусть Ну пусть Хотя Милосерднее Конечно Тыкнуть на кнопку Он же Там Без ресурсов Сдохнет Без Свежих людей Там Какой-нибудь Без пищи Он же Биологическое Существо В конце концов Правильно Так У меня в руках Три литра водки Все нормально Поставили Ничего не сделал Счастливо Открыть люк И выйти через тоннели Ну я попробую Конечно Но Они что-то Не вытаскиваются Но я вижу Что мне нужно Повернуть Спокойно Джефф Ну не надо Ну Ага Эта штука Уже работает Джефф Не заставляй Меня это делать Питание Питание Есть Частота Увеличивается Что это Ага И заново Так Ну я не понимаю По какому Принципу Тут показывается Что я должен Может одновременно Ну Нет А может Когда он загорится Я смогу С ним взаимодействовать Вот Да Раз Следующий Ждем Два И собственно Три Как только Загорится Готово Джефф Не надо Джефф Я понимаю Что играет Кнетущая музыка Но не самое Лучшее время Чтобы выходить Оттуда Джефф Ооо Греть А еще Немного Греть Я думаю Туннел Греть П dich И Чм Туннел Да На С ней И Двух Ну Так Ну Друзья Я Я спускаюсь и у нас новая стадия темень и какие-то львы серьезно и начинается не ну по крайней мере мы сможем пострелять правильно мы сможем мы сможем пострелять осматривайся работой бобер бобер помню что у тебя в рукавах 2 литра водки который ты для кого правильно для стива несешь класс так все и на этом мы заканчиваем и тоже почти 12 начали чуть пораньше друзья отлично поиграли сегодня столько моментов было классных спасибо спасибо что смотрели увидимся с вами завтра вечерком завтра пораньше точно начнем трансляцию не знаю что это будет может коопчик может быть может быть варкрафт в цг все равно будет как вы видели соло продолжение только в ноябре там правда командный турнир идет но не это самое неважно я в любом случае завтра будет в 10 часов вечера так что готовьтесь спасибо большое что смотрели а я буду приходить в себя приходить в эту реальность ощущение необычное очень рекомендую кое-какими